У нас достойная смена, говорят педагоги с опытом. Всего два дня на эксперимент, но его хватило, чтобы понять. Молодежи по плечу любые сложности. Современное поколение неординарное, креативное, творческое. Молодые сразу берутся. Они более уверены в себе, они более мобильны, наверное, более стрессоустойчивы пока. И они без боязни берутся за любое поручение. И у них девиз такой – надо пробовать. Если не работаешь, тогда не ошибаешься. Проведение педсоветов, проверка работы метод объединения и даже оказание методической помощи. Обязанности администрации примерили на себя молодые педагоги. Побывав в кресле руководителя, дублёры свои впечатления отразили в эссе. Кто-то сравнил директора с дирижёром симфонического оркестра, кто-то с хранителем очага. Егор Денисов привёл в пример миссию маленького принца, который путешествовал по планетам и знакомился с её жителями. Я почувствовал себя маленьким принцем, который приехал, прилетел в лицейскую планету, и где есть планета заучи, есть планета детей, есть планета учителей, есть планета персонала, который даже убирает, который готовит. Это тоже отдельная планета. И с каждой планеты я познакомился и старался сделать так, чтобы все эти планеты выстроились в одну общую систему под названием образование. Подобный конкурс уже стал традиционным. Впервые педагоги-новички дублировали директора или его зама ещё три года назад. С такой идеей выступил городской клуб «Молодой учитель». За 10 лет через его школу прошли около 150 молодых педагогов. Клуб «Молодой учитель» не только помогает адаптироваться молодым специалистам в новых условиях, когда они выходят из высших учебных заведений, но ещё и помогают им в методическом плане, оказывают психологическую помощь в решении конфликтных ситуаций. Сегодня подарки от дублёров наставникам, молодым педагогам, удостоверения и грамоты. Говорят, такой опыт пойдёт на пользу каждому. Впереди у конкурса «Педагогический дебют» ещё один тур. Его участники дадут открытые уроки. Жанна Настас, Евгений Никонов, Бендерское телевидение.